Добро пожаловать в мир чудес петербургской повседневности, а их у нас всегда предостаточно. От лосей на детских площадках до помидоров, что растут на водостоках. Итак, поехали. В Петербурге спасли Волан-де-Морта. Выручали его волонтеры кошки-спаса. Кот с Гордом именем темного волшебника упал в вентиляцию дома на дачном проспекте. Чтобы достать застрявшего на глубине шести метров питомца, специалистам пришлось разобрать кухню и сделать дыру в стене, а также приманить пострадавшего к веревке паштетом. И пока темные силы пытались выбраться из вентиляции, лесные жители решили устроить триатлон в черте города. В Приморском районе заметили лося на детской площадке, кстати, вот он, вот он, который затем отправился в заплыв по Большой Невке. Сотрудники комитета по природопользованию быстро вернули спортсмена обратно в лес. Однако объявился его коллега Кабан. Здоровяк решил совершить забег по Коломяшскому проспекту. К слову, если вы заметили дикого зверя на улицах Петербурга, звоните на горячую линию комитета по природопользованию. Номер телефона на вашем экране. Вечера в северной столице становится все холоднее, а способы согреться креативнее. Бачата, страсть и ритм. Что еще нужно, чтобы не заметить осеннюю прохладу? Кстати, Стрелка Васильевского острова один из танцевальных опен-эйров. Плясать можно каждый день с 17 до 20.00, хоть до первого снега. Жизнь коротка. Погода в северной Пальмире сурова. Зачем откладывать важные моменты? Подумала романтичная петербурженка и сама сделала предложение своему возлюбленному Ромочке. А случайные прохожие запечатлели, как рождается большое и светлое чувство. Мы живем, как известно, в городе настойчивых. В море напробился сквозь бетон и расцвел прекрасный подсолнух. А петербургские помидоры настолько суровы, что способны прорасти даже на вершине водосточной трубы. Прямо над головами воспитанников одного из детских садиков центрального района. Городские растения из последних сил тянутся к солнцу. Жители близлежащих домов покоряют высоты внутренней гармонии на занятиях по цигуну. Эта китайская гимнастика – отличный выбор для поддержания здоровья и гармонии в серебрянном возрасте. Занятия бесплатно проводит комплексный центр социального обслуживания населения центрального района. Вот вам и очередное доказательство того, что в Петербурге скучно не бывает, что и подтверждают тысячи видео в социальных сетях. Вам не нужно смотреть все. Мы выберем для вас самые занимательные.